Я буду рассматривать особый тип общественных институтов, то есть таких учреждений, которые включают значительное число, но не всех членов общества, и буду рассматривать вопрос в том, как они организованы в разных странах в разные эпохи. Должен сказать, что постановка вопроса принадлежит замечательному нашему этнографу-антропологу, знаменитому сейчас как основной дешифровщик письменности майя в древней доколумбовской Америке. Это Юрий Валентинович Кнорозов, великий русский ученый, который несколько лет назад умер уже в преклонном возрасте, совершив эти свои большие открытия. Мне в основном из личных бесед, отчасти из лекций Кнорозова, известны его работы вот в той области, о которой я сейчас буду говорить. Он сам не опубликовал ничего из того, что было им сделано. Он ввёл в свои молодые годы, только начав заниматься антропологией, он ввёл семинар по этому вопросу. Я сейчас перечислю некоторых участников семинара, от которых я тоже знал о его работе. Семинар был по условиям советского времени подпольный, потому что речь шла об организациях типа партий, политических партий. В частности, рассматривалась организация большевистской коммунистической партии. Между прочим, Кнорозов высоко оценивал степень организованности именно с точки зрения жёсткости организации. Большевистская партия сопоставлял с масонской структурой, считая, что это две такие аналогичные удачи в построении такого рода системы. Но к организациям этого рода Кнорозов в своём семинаре относил мужские союзы, многочисленные мужские союзы. Вы знаете, вы из литературы вопроса можете подумать, что это особенность прежних антропологических структур в африканских странах. Но в действительности эта система совершенно живучая. Знаете, сейчас вот мы все вспоминаем о Кубе. Когда я был на Кубе лет уже больше 20 назад, я узнал о том, что существует параллельно хорошо известная тогда коммунистическая партия Куба, которую возглавлял недавно умерший Фидаль. Одновременно с этим существуют мужские союзы. А я сам был приглашён как член Советского Союза писателя, читать лекции по теории культуры и литературы. И меня встречал на аэродроме, тогда это было время хороших кубинно-советских отношений, конец советского времени. Меня встречал один из секретарей Союза писателей. Он принадлежал к такому смешанному этническому типу кубинцев, которые отчасти имеют африканское происхождение, главным образом из племён Йоруба и Эве. И это было видно и по цвету его кожи. Он сам кубинский коммунистический писатель. Узнав о том, что на Кубе есть мужские союзы, кроме официальных организаций типа партии, союзов писателей, я спросил этого моего знакомого нового, скажите, а что вам известно о мужских союзах? Он удивился и говорит, что это вполне обычная вещь. Вот я сам, поскольку я принадлежу к потомкам племени Эве, я сам вхожу в соответствующий мужской союз. Я его спросил, а как коммунистическая партия, союз писателей, где вы секретарь? Он сказал, что это совсем независимо друг от друга. То есть такого рода союзы продолжают существовать на нашем времени, не мешая в некоторых странах другим. Ну, из других примеров, которые надо отметить, кроме партии политических, которых я уже упоминал, к той группе установления, которые я сегодня рассматриваю, относятся к церкви, а также мафиозные группы разного рода, мафии, бандитские шайки и так далее, они все организованы в некоторых отношениях, похожи на то, о чём я сегодня буду говорить. Ну, как и монашеские ордена, причём я имею в виду самые разные конфессии, то есть я имею в виду совсем не только христианские, восточные и западные, католические и, скажем, православные монастыри, но буду иметь в виду также и буддийские монастыри, очень много сходного в организации, в формах существования и так далее. Всё это исследовано семинаром Кнорусова, к сожалению, это всё неопубликованные данные. В состав участников входили такие известные люди, как антрополог и этногеограф, младший Гумилёв, я имею в виду сына поэта и поэта Ахматовой, поэта Гумилёва и поэта Ахматовой, знаменитого этногеографа Гумилёва. Мы знаем много его книг, но он, в частности, дружил с Кнорозовым и участвовал активно в этом семинаре. Также из соучеников Кнорозова по историческому факультету Московского университета, в группу входил мой близкий друг, больше сейчас известный как детский поэт, к сожалению, уже тоже довольно давно умерший, Валентин Берестов. У него есть некоторые стихи, из которых вы можете заключить, что он был также и археолог по профессии. Ну и также в этот семинар входил мой близкий друг и товарищ по Тартовско-Московской семиотической школе, философ, индолог Александр Моисеевич Пятигорский, умерший в эмиграции в Лондоне. Основные выводы группы Кнорозов были такие, что существование вот таких жёстко организованных групп в большом числе культур, но не во всех культурах, ограниченных мужчинами, то есть это часто мужские союзы, с этой точки зрения психопатология, психоаналитические корни членств в политических партиях рассматривал Фройд в замечательной его поздней работе «Анализ я и массовая психология», их анализы массовой психологии. Это замечательная работа, в которой рассмотрены так называемые гендерные проблемы, в частности, проблемы гомосексуальности, затаённые гомосексуальности, которого Фройд предполагал как одну из очень важных составляющих в мужских союзах и политических партиях во многих странах. Мне представляется, что это очень интересно, в частности, для психоаналитической истории фашизма. Вы знаете, история противостояния Гитлера гомосексуальной группы внутри раннего фашизма. Вы знаете, что окончательный переход Гитлера к власти происходит в связи с внутренним таким подавлением части национал-социалистов, которые были одновременно гомосексуальной средой. Рэма, которого Гитлер рассматривался как своего конкурента. В одну определенную ночь Рэм и его главные союзники были убиты. Это, собственно, был приход Гитлера к окончательной власти внутри партии, на уничтожении такого раскола. Между прочим, по времени вы знаете, у нас очень интересно сейчас есть параллели между восхождением к власти Гитлера и Сталина. Вот это во многом параллельно с убийством Кирова. То есть, сходство здесь не в психоаналитической стороне, она другая, а в стороне, собственно, политической. То есть, речь идёт о преодолении возможного раскола внутри такого жёстко организованного коллектива. Существует одна общая проблема, которая живо обсуждается, имеет очень много практических приложений в разных странах, поэтому принадлежит к одной из таких актуальных проблем того, что я бы назвал прикладной антропологией. Знаете, вот та наука, которую мы с вами начинаем изучать, начинаем просто потому, что это начинающаяся наука, она находится в процессе становления. Вы видите, некоторые важные проблемы, некоторые важные выводы, только по ходу дела делаются даже ещё не всё напечатано. Всё находится в стадии устных переговоров и семинаров, на которых только обсуждаются некоторые гипотезы. Так вот, одна из основных сейчас проблем прикладной антропологии, такая, которая может иметь очень далеко идущие последствия, если будет сформулирована точная научная точка зрения, которой пока ещё нет, я вам буду сейчас излагать некоторые гипотезы. Это проблема истории царской власти, характера царской власти. Вообще наличие вождя, вожака у племени или у большого коллектива людей, в частности, внутри вот такой жестокой, жёсткой организации, о которой я говорил, то есть внутри, скажем, партии, внутри монашеского ордена и так далее, может быть выделенная личность, которая будет главным управителем, главным организатором, или может быть группа людей, которые исполняют эти обязанности. Я начну издалека. Вы знаете, проблема касается, конечно, уже зоология, зоопсихология, в частности того, что относится к высшим млекопитающим, ну, типа слонов, волков, те, которые живут в стаяне. Там, естественно, возникает вопрос о возможном лидере. Довольно подробно изучен этот вопрос. В науке о поведении животных и высших животных произвели соответствующие исследования, отчасти очень популяризованные, поэтому идея, скажем, существования альфа-самцов, которые биологически и так далее выделяются в стае, эта идея такая расхожая, она есть в популярной литературе, об этом многие слышали. Не всё вполне научно в том, что об этом пишут. Но, во всяком случае, такая проблема стоит. И, в частности, стаями, стадами живут некоторые низшие обезьяны, типа макак. И поскольку я стараюсь, чтобы сделать моё общение с вами более живым, стараюсь упоминать, использовать свой личный опыт, я хотел бы обратить внимание на то, что можно непосредственно изучать вожаков у обезьян, у низших обезьян, в нашем обезьяннике в Сухуме, обезьяне питомных. Там вообще велись очень интересная работа по зоопсихологии, по социальной и сексуальной брачной организации коллективов обезьян, приматов разных уровней, включая и антропоидов, то есть то, что раньше называлось человекообразный обезьян, высший тип приматов, близкий к нам более, чем все остальные. Эти работы велись до войны и потом были прекращены в связи с изменением общей ситуации в советской науке, в советской психологии. Но за это время были сделаны очень интересные выводы, на которые я сейчас частично буду ссылаться. Важную роль сыграли работы выдающегося российского психолога, зоопсихолога. Он вообще был крупный ученый, организатор науки, один из создателей журнала «Природа», популярного научного журнала, который до сих пор важен. Это Вагнер. Вагнер – автор очень интересной серии зоопсихологических инцидов, которая была прекращена, поскольку часть его идей была воспринята как несозвучная, несовременная с точки зрения советской официальной идеологии. Только сейчас допечатаны окончательно некоторые работы Вагнера, а также работали его ученики, из которых я особенно отмечаю «Тихо». Замечательная книга, основанная на её работе там вот, в Сухоми, это «Предыстория общества». Очень рекомендую. Это самое серьёзное из известных мне зоопсихологических исследований в этой области. Значит, оказывается, у низших приматов преобладают тайные, стадные формы организации, при которых выделяется вожак. Ну, поскольку я об этом знал из литературы, из разговоров со специалистами, находясь в Сухоми, я попробовал у администрации получить разрешение на контакт с таким стадом и получил результат. Ну, мне дали сопровождающую сотрудницу, которая очень нервничала. Дело в том, что реакцию вожака очень трудно предвизить. У него бывают отрицательные реакции, в частности, на мужчин, людей, человека, мужчину, входящего внутрь их территории. Ну, мы пришли с этой сотрудницей, с большим количеством апельсинов, их раздавали. Обезьяны их выпрашивали. Ну, такая картина, которую вы можете представить. Вы знаете, вожак был интересен в своём поведении. Это действительно очень крупный самец. Он стоял поодаль, наблюдал за нами, ничего у нас не просил, а потом подошёл и протянул лапу, верхнюю лапу. Но, знаете, таким жестом повелителя, вот, ему нужно было от нас какую-то положенную дань получить. Никакой просьбы не было, никакого заискивания. Вскоре сотрудница этого обезьянника ко мне обращается и говорит, «Знаете, по его выражению физиономия, я полагаю, что нам с вами пора уже уходить, потому что, если ему что-то не нравится, ему, по-видимому, не нравилось то, что я детально его разглядывал, не скрывая того, что он меня интересует. Я на него смотрел, и ему, очевидно, мой взгляд наблюдателя был как-то неблизок. Знаете, мне потом приходилось встречаться в жизни с разного рода вожаками, вождями, предводителями, в том числе и в человеческих коллективах. И, конечно, вот эта проблема взаимного приятия и неприятия, она всегда очень интересна. Но в этом случае было и опасно, потому что в случае, если бы вожаку я всерьёз не нравился, он мог бы что-то против меня предпринять, что было бы не так хорошо. Гипотеза, которую я вам изложил, скажу кратко, которая заслуживает того, чтобы быть очень внимательно изученной на большом материале, и это ещё не полностью произведено, состоит в следующем. Можно предположить, что Вагнер был прав в своей гипотезе, что уже антропоиды отличаются тем, что у них нет выделенных вожаков, они не живут в стаях и стадах с этими альфа-самцами выделенными. Возможно, с этим можно сопоставить, но это очень большая проблема в силу хронологии, в силу того, что речь идёт о сотнях тысяч лет человеческой эволюции, ещё до того, как человек становится хомо-сапиен-сапиен. Возможно, с этим можно сопоставить. Факты, установленные этнологами, согласно которому царей, как руководителей, предводителей коллектива в ранних архаических обществах, которые мы знаем, не существует. Мы их знаем из древней истории, знаем по некоторым археологическим свидетельствам. Далеко не во всех древних обществах есть несомненные археологические свидетельства наличия царской власти и вообще центрального управления. В частности, отсутствуют такие следы. Я хотел бы обратить внимание именно на это. Отсутствуют такие следы. В технически очень передовой, очень хорошо развитой прото-индской культуре. Это культура, которая доходит до 3-го, 2-го тысячелетия, до Рождества Христова. То есть, это примерно 3-3,5-4-5 тысяч лет от нас. И в этой культуре есть большие города, построенные так, что их реконструкция выглядит просто как картина современного города, ряды многоэтажных зданий с окнами. Всё очень похоже на нас. Замечательная система гидравлическая, снабжение водой, уборная. Всё это на вполне современном уровне. Технология очень высокая. Высокая культура, письменность, к сожалению, до сих пор не расшифрованная, хотя много фрагментов надписей найдено, но все надписи очень короткие. Пока не удалось найти ключ, я участвовал в работах, в частности, к Норузову, но и упомянутым. Он пытался дошифровать эти надписи, считая, что они написаны на языке близкому к дравитским языкам современной Южной Индии. Но пока это, хотя эта гипотеза вероятная, её разделяет ряд учёных, этим много занимаются и самой Индии, и пока ещё не дошифрована культура, поэтому мы многого не знаем. Но знаем, что высокий уровень был в математике, видимо, была уже в каком-то виде математически похожая на науку астрономия, не только астрология, и соответствующие интересные мифологические представления. Всё это в какой-то степени отражено в последующих индийских культурных традициях. Всё-таки мы ту древнюю культуру плохо знаем. Но по археологическим данным об этой культуре вы знаете, данные очень странные. Такое впечатление, что смотришь какой-то фильм вроде Сталкера моего покойного друга Андрея Тарковского, потому что следы какой-то большой технически продвинутой цивилизации разрушены по непонятным причинам. Города обезлюнили. Что там случилось, мы до сих пор не знаем. Но там вот в этой загадочной непонятной культуре никаких следов царской власти. Это кажется вполне сейчас несомненным. Есть некоторые намёки на это же и в недавних находках преднеолитических культур, но я имею ввиду гораздо более ранний период. Это 11-12 тысячелетия до нас с вами. То есть это ещё до неолитической революции. И представьте, там уже есть огромные сооружения, следы коллективных ритуалов. Опять никаких следов центральной политической власти, хотя, конечно, какой-то способ организации был, потому что иначе нельзя было бы построить эти огромные сооружения для ритуалов. Это находки в современной Южной Турции. Недавняя экспедиция крупного археолога, к сожалению, вот от нас ушедшего уже Шмидт. Каков основной вывод антропологии сравнительной, которая сравнивает разные антропологические культуры. Основной вывод заключается в том, что царей как таковых, царей как правителей, которые бы создавали центральную вертикальную власть современного политического типа, мы в большинстве ранних архаических культур не находим. основной вывод крупного английского этнолога Хоккорта, главным образом изложенный в его романе, в его таком окончательном сборном сочинении Кингшип, ну и также продолженном в его следующем исследовании Кингзен Каунселлс. Кингшип издан в 20-е годы, Кингзен Каунселлс в 1936 году, кстати, там по поводу обсуждения вожаков упоминает и Гитлер, и Сталин, то есть он был достаточно продвинут и в практических приложениях этих антропологических идей. Так вот, Хоккорт пришел к выводу сначала на островах Фиджи, которые он изучал, а затем и в других местах истории, которых он занимался, в частности в пулевых исследованиях, он пришел к выводу, что в большинстве так называемых архаических первобытных племен. Если есть цари, то это священные цари, чаще всего воплощение идеи плодородия природы, и при этом священный царь, хотя он воплощает некоторые силы природы, но никакой политической власти внутри самой системы он не имеет. Такая власть возникает после неолитической революции, похоже, что только из продукты производящие хозяйства, которые в состоянии накормить значительно большие массивы населения, только эти технические, научные, в конце концов, открытия, которые были сделаны людьми при возникновении неолитической революции, возникновения сельского хозяйства, домашних животных, домашних растений, строительства, жилищства современного типа, посуды и так далее. Всё то, что характеризует неолитическую технику, и то, что мы унаследовали от неолитической техники в каком-то смысле, мы культура после неолитической. Вот мы стали возможными благодаря неолитической революции. До неё никакой потребности вертикальной и центральной организации не было, и общественные структуры носили совершенно другой характер. Я не буду сейчас повторять то, что я уже раньше по другим поводам рассказывал относительно холодных культур, того, что холодная культура тяготеет к стабильности, к повторению одного и того же. К тому же, чтобы были фиксированы одни и те же тексты, и они будут передаваться одни и те же штампы в разных областях культуры, искусства, мифологии, религии и так далее. к числу таких форм почитания прошлого и преобладания культурных канонов в восточных и древних архаических культурах, я, например, мог бы отнести ограниченность числа богов в пантеоне. Я упоминал недавно об этом в связи с тем, что говорил об ограниченности оперативной памяти человека. У человека, как у современного компьютера, разные виды памяти есть, очень ограниченная память, и число богов в пантеоне, число мифологических персонажей, но также число выдающихся лиц прошлого в разных традициях. Вот наличие ограниченного числа так называемых классиков и так далее, это черты, которые унаследованы позднейшими культурами, от ранних культур. В ранних культурах мы находим вот эту жёсткую фиксированность основных черт культуры. С этим связана, конечно, и стабильность языка, в частности, стабильность языка тех областей, которые особенно важны для мифологии, религии, для взгляда на мир в целом. И возникает вопрос о том, к какой степени, тем не менее, вот эти реконструируемые нами древние культуры обладали динамичностью, культуры. Потому что так вот, если почитаешь такое впечатление, что это был канон, которому неизбежно следовали, и были строгие меры против тех, кто нарушал канон, а в чём же была динамика развития? Что могло быть другого, кроме канона? Вы знаете, для большинства более поздних культур, но уже значительно более поздних, чем поздне аналитические. Ну так, если честно говорить, то в основном для средневековых культур Евразии, отчасти Африки и Южной Америки. Только для этого сравнительно позднего периода, от нас отделённого тысячелетиями, но не больше. там ответ на то, есть ли внутри одной культуры какая-то динамика, может быть дан, и был дан несколькими учёными в 20 веке. Опираясь на это, были произведены попытки распространить этот вывод на более ранние периоды, скажем, на некоторые культуры древнего Ближнего Востока. Но я начну со Средних веков, поскольку это более надёжные данные. Значит, во всяком случае, для этого сравнительно более позднего периода, в тех культурах, которые мы считаем стабильными, холодными, мало склонными к развитию, во всех этих культурах отмечается по существу наличие как минимум двух основных форм организации взгляда на мир, на общество, на многие основные проблемы. Это наличие так называемой смеховой или карнавальной культуры. я имею ввиду то, что было открыто одновременно несколькими учёными. У нас в России подробно и очень интересно эту тему разрабатывал главным образом Михаил Михайлович Бахтин, великий русский мыслитель литературы веры, автор замечательной книги о рабле и карнавальной культуре средних веков. Там была сложная точка зрения на материале в основном западноевропейской христианской культуры, которая допускала при себе наличие смеховой параллельной культуры, которая во многом пародировала, иронически комментировала официальную культуру. В ранних работах Бахтина он говорил об официальной и неофициальной культуре. На него довольно сильное влияние оказал Фрейд. Так что на самом деле, конечно, часть его мысли можно переинтерпретировать и психоаналитическом духе как попытку психоаналитического толкования вот этой иной культуры. Во Франции к сходным выводам пришли некоторые учёные школы анналов, изучавшие повседневность средневековой жизни, в частности Легов. Часть работ Легов сейчас вышла в русских переводах, может быть, не самой главной, но некоторой из его работы. Легов говорил о существовании среднего века культуры, которую он называл магической и фольклорной. У него есть очень интересное наблюдение о том, что этого рода культура также существенным образом раскрывается в снах средневекового человека. здесь мы опять находимся на грани попыток психоаналитического подхода к этой проблеме. Наконец, голландский исследователь Хойзинга в своей книге знаменитой, изданной сейчас и по-русски «Хомо Люденс», «Человек играющий», делает очень похожие выводы тоже на материале западноевропейских средних веков. Вы знаете, но выводы могут быть гораздо более широкими. Я касаюсь этого, просто ссылаюсь на себя, поскольку вы там найдёте дальнейшие литературные и прочие данные. я об этом говорил в своей книжке о дуальных структурах в антропологических системах. Вы знаете, значительное число ранних человеческих обществ принадлежит числу дуальных по формам брачной семейной организации. И оказывается, что если общество делится на дуальные половины, дуальные, которые с точки зрения брачных отношений важны, потому что они определяют то, что можно брать жену или мужа только из другой половины племени. Вот для дуальных структур характерно смеховое противостояние двух половин. то есть одна дуальная половина дуального общества позволяет себе, систематически позволяет себе пародирование некоторой шутки по отношению к другой половине. То есть шуточные перебранки между половинами племени это обязательное проявление карнавальной смеховой культуры, при которой происходит инверсия отношений. То есть иначе говоря, юмор и остроумие некоторое человеческое свойство, которое приобретается именно благодаря культуре. Мы знаем это из истории так называемых волчьих детей типа Маугли, которые могут вырасти не представляют себя, что такое смех и смеховая культура. А вот наличие смеховой культуры по-видимому черта, которая скорее всего объединяет разные группы людей. Очевидно, этот вопрос исследовался уже в античности, в частности у Аристотеля, и мы отклики этого увидим потом у мыслителей Средних веков и Ренессанса, в частности в знаменитых стихах, предпосланных прозаическим произведением Рабле, есть такая замечательная строчка «Puiskulir repropordurlom», потому что смех это то, что свойственно человеку. Отсюда целый ряд проблем, а во всех религиях это допускается. А действительно ли древние обычаи отражены в тех копских христианских текстах, где, как выясняется, сейчас вроде зафиксирован «Улыбающийся Христос». То есть можно думать, что та проблема, которую вы можете знать, если вы изучали или читали хотя бы имя Розы Умберто Эко, эта проблема стояла уже перед ранними религиями типа христианской и даже может быть дохристианской. Существует несомненно серьёзность фундаментальных религий. Большинство религий, ну, я не говорю уже о таких, которые приносят человеческие жертвоприношения, доказывая как бы этим уже важность того, что Боги требует для себя но не только такие ранние религии, но и значительно более поздние. Они все сохраняют официальный характер общественных отношений. А Бахтин правильно говорил, но отчасти, как я говорил, следуя, может быть, настроениям эпохи популярности Фрейда, отчасти следуя психоаналитическим мыслям, он говорил о различии официального и неофициального. И, по-видимому, различия официального и неофициального – это очень серьёзная большая проблема. Но, в частности, для истории России, я думаю, очень важная проблема – это та, которую поставил уже упомянутый именно сегодня Андрей Тарковский в своём замечательном фильме «Андрей Рублёв». Если вы помните, там изумительно играет роль скомароха Ролан Быков, наш великий актёр и Ролан Быков изображает скомароха носителя этой древнерушкой с меховой культурой, о которой мы знаем, и его арестовывают, потом подвергают всяким мучениям. И это исторически достоверные факты. Русская Православная Церковь с определённого времени перестаёт понимать юмор, во-вторых официальная часть этой церкви. И мы это находим в разном периоде. Но это проблема нечисто русской, это проблема, которая вообще стоит по отношению к мировой культуре, поскольку внутри мировой культуры противостояние официальной и неофициальной культуры по-видимому было из числа очень важных изначально. То есть в какой-то степени динамика развития определялась наличием такого рода и других противопоставлений. То есть возможность наличия не совсем той идеологии, которая единственно признаётся официально. Вот это оказывается черта, которая есть во многих странах и которая интересным образом соотнесена с отсутствием этой центральной вертикали, о которой я рассказываю. Вам может показаться в конце, что я вообще пытаюсь на язык антропологии перевести некоторые проблемы современного зубодневного отношения к тому, как человеческое общество может быть устроено, какие в нём могут быть точки зрения и так далее. Отчасти это так, отчасти действительно мы с вами как члены какого-то коллектива конечно подвержены некоторым общеантропологическим закономерностям. Поэтому я и сегодня и в следующих заключительных лекциях буду касаться тех проблем, из которых могут быть сделаны достаточно интересные практические выводы. Для этого наши теоретические и экспериментальные полевые исследования должны быть на достаточно высоком уровне, чтобы нам быть уверенным в том, что мы действительно знаем ответы на те очень важные вопросы, которые здесь перед нами стоят. Спасибо вам за внимание. Продолжение следует...